Маори Ауттеороа. Земля длинного белого облака. Было холоднее, чем они могли себе представить, и только постоянная гребля поддерживала хоть какое-то тепло в их телах. К тому же они испытывали голод, поскольку плавание длилось гораздо дольше, чем ожидалось, и их крепкие тела стали тощими. На просторах тихого темно-синего моря не было видно никаких признаков Земли. Они беспокоились. Полинезийцы, вероятно, с острова Самоа, находящихся по крайней мере в 300 тысячах километрах позади, плыли к Земле, о которой говорил их знаменитый мореплаватель Т. Купе, 4 века назад. Несколько дней спустя вода стала зеленее и холоднее. Это могло указывать на течение с берега. И вот они услышали плачущий крик длиннокрылых морских птиц, заставивших их стряхнуться от заспенения. А затем они увидели длинную темную полоску на горизонте под белыми облаками. Так они и назвали эту землю Ауттеороа – земля длинного белого облака. Из истории Маори известно, что они приплыли на северный остров в Новой Зеландии 21 поколение назад на семье огромных боевых каноэ, каждый из которых могло вместить 100 человек. Это означает, что они высадились на этих островах около 1350 года до н.э. И можно себе представить, что сойдя на землю, они не стали терять время даром, начали охотиться на дичь, ловить рыбу, собирать фрукты, в общем, готовиться к торжеству, чтобы отпраздновать свое прибытие. А затем последовала церемония благодарения богам за то, что они доставили их целыми невредимыми в Новый Дом. Маори – это полинезийское слово, означающее местным, противоположность слову «пакеха» – чужеземец. Они всегда были демократичны, у них не было монархии. Каждое племя, во главе которого стоял вождь, было самостоятельным, со своими землями. Землями члены племени владели совместно, и каждый член племени имел право на часть вырабатываемой продукции. Каждый Маори был воином, а поскольку воины были главным заметом и развлечением Маори, то межплеменные воины и не прекращались. В более ранний период у Маори была дурная слава из-за их каннибализма. Они съедали сердца своих врагов, чтобы обрести бесстрашие, но со временем этот обряд уступил место в торжественную честь победы, на котором подавалась всеми любимая обычная еда – много разных угрей, снетков, раков, икры, маленьких осьминогов и другой хаи-муана, то есть морской еды. Ораторское искусство было одним из наиболее важных искусств в обществе Нового. Вождь, который был великим оратором, не просто спокойно стоял бы и говорил, а скорее скакал бы вверх и вниз, размахиваясь своим резным копьем или резной дубинкой, и время от времени принимался бы петь. У Маори не было обычной свадебной церемонии, поскольку было принято многобрачие. Женщины должны были подчиняться своим ульям, и у женщин был горд осуждение дел племени. Иногда женщины даже сопровождали своих мужей на битве. В некоторых племенах брак разрешался только внутри племени или между людьми, сходными по социальному положению. В таких племенах царил матриархат. Беспощадные, поскольку они постоянно воевали, и в то же время гостеприимные и любящие в домашней жизни, Маори уважали своих старших родственников и заботились о них. Семья имела очень большое значение для Маори, и даже дальние родственники считались настоящими членами семьи, и они наравне со всеми принимали участие во всех семейных событиях, и в радостных торжествах, и в похоронах. Человека уважали за его невероятно сложную татуировку. Татуировка вождя считалась его самым большим украшением и верным знаком того, что у него хорошее происхождение. Татуировки у женщины считались знаком мужественности и красоты. Маори сжигали мертвых в крематориях, украшенных высеченными колоннами с изображениями богов и предков. Они верили, что существует душа, которая находится в левом глазу, и они не сомневались, что душа продолжает жить. Когда кто-то умирал, то следующему рожденному ребенку давали его имя. Они верили в божественное проведение всего сущего и даже своих взаимоотношений с окружающей средой. Все бременные дела совершались исключительно по правилам, установленным одним или несколькими богами. Об этих правилах рассказывали людям жрецы. Жрецы проводили ритуалы посева и сбора урожая, общались с богами во время засухи и других напастей, проводили похороны и накладывали заклятие на тех, кто вел себя плохо по отношению к своим соплеменникам. Таким образом, жрецы контролировали благополучие всех членов своего пленни. Поскольку у Маори не было письменностей, то их история, мифы, легенды, моральные кодексы и другие важные данные заучивались наизусть с жрецами и передавались из поколений в поколение в форме религиозных гимн. Их история повествует, что вначале была только темнота, только те коры, ничто. Потом появился сталь из ничего, от которого появился Ран Динуи, Отец Неба, и Папа Туаннуку, Мать Земли, у которых было 70 детей, которые стали богами. Однако дети, окруженные родительскими объятиями, все еще находились в полной темноте и жаждали света. Они решили, что их родители надо разлучить, и собрались вместе, чтобы обсудить, как это можно сделать. Тума Тауэнгу, бог войны, предложил, что их надо убить. Но Таны Махута, бог людей и лесов, а также всех обитателей леса, предложил, то Ран Динуи должен подняться наверх, на небеса, а Папа Туаннуку должна спуститься вниз и поселиться на земле. На этом и согласились. В конце концов, им удалось разлучить Ран Динуи и Папу, под этими именами они стали известны, и впервые дети увидели свет. Когда это произошло, Таухири, Матея, бог ветров и бурь, который был против разлучения его родителей, присоединился к своему отцу на небесах и начал насылать на землю бушующие ветры и бури подмеску за деяние своего брата Тане. Итак, было небо и земля, и не хватало только одного недостающего элемента – женщину. И Тане решил создать женщину. Он взял немного глины, вылепил из нее женщину и вдохнул в нее жизнь. Вот так и была создана Хайн Ахуван, дева сделан из земли. У Тане и Хайн родилась прекрасная дочка – Хайн Титама. Позже, когда Хайн Титама выросла, у нее от Тане родилась дочка. Однажды Хайн Титама спросил от Тане, кто был ее отцом. И когда он сказал ей правду, она скрылась от стыда в ночь, в преисподнюю, и стала называться Хайн Тепо, богиня ночи. В сказаниях Маури также упоминается известный полубог Мауи, который обладал силой колдовства. Однажды, будучи юным, он спрятался в лодке своих братьев, чтобы вместе с ними отправиться на рыбалку. В море его заметили, но братья не смогли его высадить обратно на берег, потому что он использовал колдовство, чтобы заставить берег казаться дальше, чем он был на самом деле. В море Мауи забросил свой волшебный крючок, через некоторое время почувствовал рывок. Это было что-то слишком тяжелое для обычной рыбы, и он позвал на помощь своих братьев. После длительной борьбы и метаний из воды появилась Теика А. Мауи, рыба Мауи, известная сегодня как Северный остров Маузеландии. Мауи сказал своим братьям, что боги могут разозлиться из-за этого, и ушел, чтобы помириться с богами. Как только он ушел, братья начали спорить, кому будет принадлежать новая земля. Они достали свое оружие и начали молотить свой лоб, создавая множество год и впадин в сегодняшней Новой Зеландии. Южный остров стал называться Те-Вака, а Мауи – Канои Мауи, а остров Стюарта, прямо внизу Новой Зеландии, стал называться Те-Пунга, а Мауи – Яколь Мауи, который он бросил, когда тащил гигантскую рыбу. Стержним верованием Мауи было понятие о Всевышнем Ио – Верховном Существе. Произнести вслух его имя было святотатством, и сам факт его существования был неизвестен большинству Мауи, за исключением малых, горстких людей. Только жрецы высшего уровня и люди из семей высокого положения, а также наиболее важные вожди, знали о нем. Ему никогда не преподносились подарки или жертвоприношения, и существовало его изображение, и он не имел внешности, которые имели меньшие боги. Правила самих жрецов заставляли их скрывать эти самые священные знания от жрецов более низкого уровня, и тем более от посторонних людей. Мудрые старцы предвидели, что современным знаниям Мауи могут быть утрачены, и поэтому зажили эти знания в рассказах и религиозных гимнах. Время, войны, большие перемены во время колонизации и ведения новой религии неизбежно привели к тому, что часть знаний Мауи была утеряна. В конце XIX века в попытке сохранить историю и верование Мауи, прежде чем они полностью исчезнут, дважды жреца записали знания Мауи, и только тогда концепция Верховного Ио была раскрыта. Продолжение следует... с изображением хакапапы, то есть семейного дерева. Гостей в Марао встречаются, облюдая формальный протокол, в соответствии с которым гости не могут сразу войти в дом. Тапу, или энергия, которую они несут с собой, отличается от энергии в доме Марао. Гости должны подождать снаружи, пока им не подадут знак. Когда прозвучит пронзительный зоб, гости могут войти, преклоняя свои головы, дабы воздать дань уважения глухам предков. Затем следуют приветственные речи, рукопожатия и хонги, то есть касания нас сами. С помощью своих знаний о мире, древней упорядочивали свое бытие. С самого первого момента, когда Текора дал жизнь, и далее, следуя непрерывному потоку созданий, вся вселенная управляла священной силой богов. Но сама по себе жизнь и правила, данные богами, не вывели людей из бесконечного цикла рождения и смертей, и даже не дали правильного знания, как этого можно достичь. Маори верили в богов, которые должны были заботиться о них. У них были жрецы, которые проводили обряды, и были посвящены знания, недоступные для остальных. Но у них не было технологии, которая могла бы помочь им обрести духовную свободу, и навсегда выйти из круга рождения, с неоткорождения. Сегодня такая технология есть, и ею стоит воспользоваться, ибо человек живет не одну жизнь, и в каждой жизни он накапливает боль и разочарование. Он делает неспособствующие выживанию постулаты, которые переносят следующую жизнь, и становятся их следствием. Постепенно индивидуум и динации деградируют, его место занимает другой человек или народ. Так вот, с открытием дианетики, реактивного ума и разработки методов избавления от него воздействия, наступила новая эра человечества. Так не пустите свой шанс познакомиться с этой удивительной технологией, и пройдите свой путь наверх, туда, где вас ждет вечность, именно такая, какую вы захотите. Вперед!